Сегодня мы продолжим разговор о гельминтах. Третий выпуск из этой темы будет посвящён аскоридам. Здравствуйте, мои хорошие! Аскорид, как и остриц, о которых мы говорили с Вами в одном из прошлых выпусков, относят к типу круглые черви. Внешне человеческая аскорида имеет веретенообразную форму с жиловато-белой окраской, а взрослые особи аскорид достигают 40 см в длину и полсантиметра в диаметре. Состояние заражения человека этими паразитами в медицине называется аскоридозом. Аскоридоз – широко распространённое заболевание. Статистика красноречиво говорит нам о том, что по всему миру аскоридами заражено до полутора миллиардов человек. В России средний показатель заболеваемости варьируется от 60 до 85 случаев на 100 тысяч населения. Как и большинство глистных инвазий, аскоридоз можно назвать болезнью грязных рук. Заражение аскоридами происходит в результате заноса яиц паразита в рот грязными руками или при употреблении в пищу немытых овощей и фруктов. На пищевые продукты яйца аскорид способны попасть либо с землёй, либо могут быть занесены мухами и тараканами. Бывают даже случаи, когда жизнеспособные яйца аскорид сохраняются в консервированных и солёных овощах. Помимо этого существует вероятность заражения аскоридозом при заглатывании личинок глистов во время купания в пресноводных водоёмах. Эпидемиологические исследования показали, что яйца аскорид могут также присутствовать на дверных ручках и поверхности мебели в общественных местах, на поручнях в транспорте, на монетах и бумажных деньгах. Так как яйца аскорид имеют очень маленькие размеры, в среднем порядка 70 микрометров, замечены они могут быть только под микроскопом. Больной аскоридозом человек непосредственной опасности для окружающих не представляет, потому что яйца, выделяемые скалом, обязательно должны пройти процесс созревания в почве. Попав в землю, при наличии благоприятных условий, яйца паразита проходят стадию созревания, длящуюся от двух недель до нескольких месяцев, после чего они уже становятся опасными для человека в случае занесения в организм через рот. Пройдя по пищеварительному тракту и достигнув тонкого кишечника, из яиц вылупляются личинки, которые начинают активно проникать через слизистую оболочку кишечника в кровеносные сосуды. Далее, с током крови, они заносятся в печень, правое предсердие и в конце концов в легкие, где через поверхность бронхиол они выходят в воздухоносные пути, достигают полости рта, смешиваются со слюной, проглатываются и вновь попадают в тонкую кишку, в которой и дозревают до взрослых особей. Полностью с момента попадания в организм до развития половозрелой особи проходит порядка восьми недель. Взрослые аскориды удерживаются в кишечнике, упираясь заостренными концами в стенки тонкой кишки. Размножаются эти гельминты половым путём. После оплодотворения самка аскорид в течение суток может отложить до двухсот тысяч яиц. Взрослые аскориды живут в организме человека от шести месяцев до двух лет, после чего погибают. Какие же симптомы указывают на наличие аскорид в организме? Это вопрос не простой и напрямую зависит от количества паразитов, стадии их развития и состояния организма самого больного. Тут может быть как полное отсутствие симптомов, так и наличие признаков, очень похожих на присутствие различных заболеваний, начиная от обычной простуды и заканчивая болезнями сердца. На стадии эмиграции личинок возможно возникновение пузырьковой сыпи, сопровождающейся сильным зудом, повышение температуры тела до 39-40 градусов Цельсия, сухой кашель, затруднённое, свистящее дыхание и хрипы в лёгких, приступы одышки как при астме, боли в правом подреберье и увеличение размеров печени, беспокойный сон, общее недомогание, слабость, повышенная утомляемость, пониженная работоспособность, развитие бронхита и очаговой пневмонии. Через два месяца после начала заболевания развиваются симптомы, связанные с наличием в кишечнике взрослых особей аскорид – это снижение аппетита, потеря веса, тошнота по утрам, рвота, боль и тяжесть в животе, расстройство стула, хронический запор или понос, возможно появление взрослых особей червей в кале. Часто бывает так, что больные постоянно заражаются новыми яйцами аскорид, из-за чего популяция паразитов кишечники, постоянно обновляется. На этом фоне не исключено развитие различных осложнений таких как непроходимость и перфоративный перитонит кишечника, воспаление внутренних органов, легких, печени, желчного пузыря, червеобразного отростка, почек, повреждение тканей мозга. В очень редких случаях у зараженных аскоридами гельминты проникают в желчный пузырь, почки, селезенку, сердце, глаза, нос, уши, половые органы, вызывая серьезные нарушения их работы. При очень тяжелом течении аскоридоз может даже стать причиной смерти больного. Зачастую для постановки точного диагноза достаточно сдать анализ кала на яйца аскорид и анализ крови на наличие антител к аскоридам. В случае нахождения в кале червей следует собрать гельминты в стеклянную посуду и отнести в ближайшую медицинскую клинику для лабораторного исследования. Полный курс лечения аскоридоза длится чуть больше двух месяцев и направлен на выведение паразитов, находящихся на разных стадиях развития, начиная от яйца и заканчивая взрослой особью. Глистогонные препараты полностью справляются с паразитами, однако обладают достаточно высокой токсичностью. По этой причине перед началом лечения в обязательном порядке проводят дезинтоксикационную терапию, чтобы уменьшить эффект от токсинов, попадающих в кровь после массовой гибели аскорид. Для того, чтобы справиться с аскоридозом, врач может назначить Вам такие лекарства, как пиперозин, гикарис, пирантел, мебендозол и т.д. Действие каждого препарата индивидуально и помимо лечебного эффекта может вызвать целый ряд побочных эффектов. Поэтому очень важно, чтобы приём таблеток вёлся только под контролем врача, который составит правильную схему лечения и проконтролирует её эффективность, а также назначит нужную в Вашем случае лечебную диету. Народные средства для лечения аскорид малоэффективны и могут быть достаточно опасны, так как не убивают паразитов, а лишь заставляют их начать миграцию из тонкого кишечника в другие внутренние органы. Что касается так популярного народного способа лечения гельминтов тыквенными семечками, то тут не существует никаких достоверных научных данных относительно его эффективности. Профилактика аскоридоза довольно проста. Чтобы защитить себя и близких от заражения этими гельминтами, следует всего лишь соблюдать простые правила личной гигиены. Обязательно мыть руки после туалета, перед едой и после улицы. А также не употреблять в пищу немытые овощи, фрукты и ягоды. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Здоровья Вам!